Что делать, чтобы не получить в конце жизни деменцию? Пишите дневник. Сегодня я сделала 10 раз, завтра сделала 2 по 10, потом 3 по 10. Каждое движение коленей к груди, выдох, кровообращение сосудов головного мозга зависит от активности мышц туловища. Сегодня я постараюсь ответить на вопросы, часто встречаемые. Что делать, чтобы не получить в конце жизни деменцию? Называется синильная деменция, старческая слабоумие, болезнь Альцгеймера. Все это относится к атрофии элементов мозга. А атрофия элементов мозга возникает с годами. Если человек перестает выполнять упражнения, в головном мозге мышц нет. И поэтому кровообращение сосудов головного мозга зависит от активности мышц туловища. И поэтому задумайтесь о старости сегодня, когда вам 40-50 лет, чтобы не попасть в состояние, когда вам уже все равно и все хорошо, прекрасно, кроме ваших близких. Поэтому деменция, слабоумие – это все нарушение достаточности кровообращения в сосудах головного мозга, которое может наступить и в 45 лет, а может не наступить и в 100 лет, если вы будете регулярно выполнять те упражнения, которые я вам сегодня покажу. Итак, Римма, наша постоянная пациентка центра, возраст 64 года, в прекрасной физической форме, с удовольствием покажет вам упражнение, которое препятствует слабоумию, синильной деменции, болезни Альцгеймера. Для этого необходимо выполнять упражнение, будьте внимательны. Итак, первое упражнение лежа на полу, называется пулловер. Ляжем на спину, можно подложить под спину подушку, у нас специальная полусфера, грудь немножко вверх поднимается, изгибается спина, руками беремся за рукоятку прямую, и опуская руки назад, делая вдох, на выдохе поднимаем руки вверх. Так, дышим хорошо, рот пошире, чтобы хорошее было для фрагмального дыхания, и у нас получается, что растягивается грудная клетка, и при выдохе мощная диафрагма качает кровь через мышцы рук, через шею в голову. То есть это улучшает мозговое кровообращение, дыхание, грудную клетку, легкие и сердце. Поэтому упражнение сверхполезно, абсолютно безопасно. Ваша задача только подобрать ту нагрузку, которую вы можете выполнить, не меньше 15-20 повторений. Выдох, хорошо, выдох, пошли, хорошо. Всегда считайте, пишите дневник. Сегодня я сделал 10 раз, завтра сделал 2 по 10, потом 3 по 10, потом 3 по 20 и так далее. Копите здоровье. Во втором упражнении мы подключаем пояс с нижней конечностями. Нога, махим ногой, лежа на спине. Антигравитационное упражнение, то есть нога выше головы, и кровоток идет буквально сам автоматически в сосуды головного мозга. Руками вкараемся в стойку трансжера, лежим на спине, и подобрав нужный вес, чтобы сделать все не меньше 20 повторений, на выдохе опускаем ногу, поехали. Выдох. Упражнение красивое, имеющие антицеррелитный характер, улучшает прообращение по всему телу, нога, живот, руки, и конечно основная точка мы ставим на сосуды головного мозга, антигравитация, то есть нога находится выше головы, это очень полезно для сосудов головного мозга. Ну а так как тело лежит в горизонтали, никаких падений, головокружений быть не может. Упражнение полезное для ряда других заболеваний, связанных со склерозом сосудов мозга, но это упражнение надо делать постоянно, особенно женщинам. Напоминаю, 2-3 серии по 20-50 повторений, можно на 1 серии обойтись 50, можно 2 по 20, можно 3 по 15, как вам удобно. Ну и третье упражнение очень эффективное, очень любимое, особенно нашими женщинами, потому что оно разгружает позвоночник, включает брюшной пресс, и активизирует ноги для дыхания, и поставки, и доставки крови к сосудам головного мозга. Тоже упражнение антигравитационное, всем советую. Поехали, Римма. Зафиксировав ноги к тренажёру, к стойке, мы, соответственно, подбираем вес, с которым можно выполнить это упражнение не меньше 20 повторений, лучше больше, пресса много не бывает, массируются, кроме всего прочего, органы, внутренние органы, кишечник, печень, почки, ну и, конечно, мощным потоком кровь идёт к сосудам головного мозга, потому что упражнение антигравитационное, заодно и стретчинговое, растягивает и позвоночник, и мышцы нижних конечностей. Очень полезное упражнение при больных суставах. Каждое движение коленей к груди, выдох, выдох. Чем шире рот, чем лучше выдох, тем полезнее в голове. Напряжение в голове не должно быть ни на одну секунду. Ах, выдох. Делайте, пока не устанете. Устанете, просто повесьте ноги, повесите. Итак, мы с вами рассмотрели три достаточно важных упражнения для борьбы с слабоумием, ее препятствия. Упражнения сложные, и поэтому для того, чтобы их лучше освоить, сначала посетите все-таки центр Бубновского, где мы вас научим, подскажем детали, и потом будете делать самостоятельно. Если вам этот ролик понравился, ставьте лайки. Ну а более подробную информацию можете взять из моей книги «Долго жить не запретишь». Всего хорошего, здорового долголетия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!